XX, с вами Белевикс. Всем привет! Мы продолжаем рассматривать новинок 2022 года, и сегодня сравним базовую Дракулауру из коллекции Boo Original Cree Productions с ее старыми версиями прошлых годов. Оценим, какая лучше и хуже. Сравним куколок по стоимости. Кстати, буду очень рада видеть вас в YouTube Shorts, а ссылки на обзор на Фрэнкиштейн, Кландинбульф и Лагуну Блю ищите в описании под видео. И не забывайте подписываться на канал и нажимать на колокольчик. Коробка куклы похожа на ту, что была раньше, но все же немного отличается. Есть надписи на других языках, что означает международные продажи. Форма гроба, напоминающая школьную папку, практически сохранена, однако стала больше блистера, так как углы срезаны. Отличительный значок Дракулауры, символ сердечка с клычками, переместился в другой угол и стал едва заметным. Открытое окно в верхней части, которое было у оригинальных кукол, теперь заменено графическим изображением цепочки с разными цитатами для каждого персонажа. Дракулаура готова вонзить свои клыки в какую-нибудь драму. С конвертика пропала надпись Freaky Just Got Fabulous, внизу имя и информация, чья дочь. Возрастное ограничение куклы также 6+. По обрамлению видим отсылки, значки, свойственные вампирши, звезды, цепи, сердца. Рядом с появившимся логотипом Мотел, кассета Gendis Bros Mix. Это отсылка к серии Monster High 2010 года под названием Gendis Brothers, где Фрэнки, Клодин, Лагуна, Гулия и Дракулаура слушают песню Gendis Brothers. После песни радиоведущий объявляет конкурс видео для студентов, чтобы доказать, что они заслуживают, чтобы группа Gendis Brothers сыграли в школе монстров. Фрэнки сразу же цепляется, заявляя, что они должны победить. Сбоку череп МХ и арт Дракулауры в полный рост. На задней стороне коробки надпись МХ, текст «Встречайте страшно модных подростков, детей знаменитейших в мире монстров». Дракулаура – дочь Дракулы. Рядом с ее артом есть сокращенная биография, которая, в общем-то, максимально очевидна. Дракуле 1599 лет, и она не может дождаться, когда же ей, наконец, исполнится 1600. Хотя все мы знаем, что коллекция «Свит 1600» вышла уже очень-очень давно. А домашнее животное Дракулауры – это летучая мышь по имени Граф Великолепный. Фраза «Быть самим собой» помогла Дракулауре обрести много новых друзей. Ее лучшие друзья Клодин Вульф, Фрэнкштейн и Лагуна изображены на коробке, как выпущенные куклы в этой серии. Обзор на них вы можете посмотреть по ссылке в описании. В тех видео я подробно рассказываю о репродукции. И не забывайте подписываться на канал. При внимательном рассмотрении заметно, что блестящая черная паутинка на всей коробке заменена значками монстряшек. Например, кубами Дракулауры или же морским коньком Лагуны, алмазами Клео и черепками-оборотнями Клодин. Самые первые оригинальные коробки кукол содержали намного больше информации о каждом персонаже. Это любимый предмет, стиль и многое другое. И они больше были покрыты местами блистером, из-за чего новая коробка кажется упрощеннее. В комплект входит подставка, питомец и два аксессуара. Кукла выполнена в Индонезии. Нижняя часть содержит информацию о правах компании. Указан 2021 год. Релиз репродукции состоялся в символическую дату. Пятницу 13 мая официальным аккаунтом Monster High. Изначальная цена куклы составляла 25 долларов. Без учета доставки в Россию. На заднике сохранилась вставка, но с надписи «Класс» и «Мода живут вечно» она превратилась в «Уриджинал Крепродакшн». У Дракулауры картонки с информацией о переработке нет. Крепление стандартное, штырьки и резиночки. Дракулаура одна из главных персонажей во франшизе Monster High. И, пожалуй, самая популярная среди кукол. Обусловлено это тем, что, на родительский взгляд, она одна из самых милых девочек. Ну а также не стоит забывать, что Дракулаура очень много раз перевыпускалась в различных вариациях. Тело не изменено стандартного роста. На спине куклы указано производство 2021 год Индонезия. А вот шарнир измененный. У новых кукол 2022 года появился еще и грудной шарнир, но также у них новые тела. Это же все-таки на старых моделях у конкретной куколки 11 точек артикуляции, как это было и ранее. У новой Дракулауры в бедрах белый пластиковый шарнир, а не золотая резинка, что более надежно и устойчиво. Руки новой Дракулауры имеют надписи R3 и L2 по бокам вместо R и L посередине руки. Шарниры рук новой Улы похожи на шарниры рук перезагрузки. Нежнейшее создание, изящное и трепетное. Это все о ней, о романтичной Дракулауре. Чаще называю ее Ула более ласково. Дракулаура любит розовый цвет и умело комбинирует его с черным, любимым цветом. На щеке у куклы есть маленькое розовое сердечко родинка, которое подчеркивает тонкую романтичную натуру героини. Несмотря на всю безобидность, девочка может сверкнуть с острыми зубками, хоть и не причиняет никому особого вреда. В облике Дракулауры есть довольно много японских черт. Новая, более яркая печать глазок, бровок не сделали ее хуже. Тон кожи новой Дракулауры в целом более розовый. Глаза новой Улы ближе посажены, ее макияж не такой насыщенный и больше шиммерный. Сердечко на щеке немного ярче, не особо контурированное и расположенное ближе к глазам. Губы стали немного светлее, а клыки также меньше. Макияж ровный, все красиво и со вкусом. Мне очень нравится. Новые серьги в форме булавочек теперь сделаны из белого пластика. Волосы у Дракулауры в этой коллекции чуть длиннее. Прямые, густые, черные, смоляные, с яркими розовыми прядями. Ведь любимая цветовая гамма Улы черно-розовая. Волосы не сильно залаченные и лишь на прямой челке. Больше они рассыпчатые, мягкие, никакой липкости и маслянистости. Как это порой бывает, ведь Маттел часто практикуют залачивание, из-за чего порой волосы приобретают немножко неопрятный вид, как это мы видели в случае с Лагуной Блю. Можете обзор посмотреть по ссылке в описании. Безусловно, от такого эффекта можно всегда избавиться, просто промыв аккуратненько волосы. Но согласитесь, гораздо приятнее, когда с самого начала волосы у куклы шелковистые. Голова не выкрашена в черный цвет, однако прошивка настолько хороша, что контраста не чувствуется. Волосы уложены в два милых низких хвостика черными силиконовыми резиночками. Дракулаура любит разнообразить свои убийственно-черные наряды веселеньким розовым цветом. Сейчас он уходит больше в барби-стиль. Ее бархатный розовый жакетик в викторианской эпохе с милым воротничком и сетчатой кофтой с манжетами. Он подчеркивает единый стиль. Новые пуговицы на жилете Дракулауры более желтые. Цветочное ожерелье Дракулауры темнее по цвету. Особых различий в одежде у кукол нет, разве что новая ула выглядит посвежее в силу того, что выпущена была не 10 лет, а несколько месяцев назад и просто не успела выгореть. Все на липучке, на шее также год создания молда 2008. Дракулаура одета в короткую белую кокетливую юбочку, в складочку, выглядывающую из-под жакета. Разве что у юбочки более проработаны складочки, также более проработано жабо и отделка самого жакетика. Черные чулочки чуть ниже колена. Ну и конечно это сеточка. Как же иначе? Это так круто и дерзко. Новые колготки Дракулауры стали длиннее. Сапоги, декорированные сердечками, это вообще отдельная история. Безусловно они розовые, исключительно высокие, чтобы показать длину ног. И шнуровка отражает индивидуальность стиля улы. Сапоги новой Дракулауры другого розового оттенка. В этой малышке бездна очарования. Впрочем, каждая кукла Монстер Хай уникальна, неповторима и по-своему интересна. Но в Дракулауре есть особый магнетизм и совершенно немыслимая по своей силе притягательность. Не поддающаяся никакому объяснению. У Дракулауры есть домашний питомец. Это маленький очаровательный летучий мышонок по имени Граф Великолепный. Так как наша героиня девчонка, она всегда стремится одеть его как девочку. И наряжает в бантики, в розовые одежды. При этом Граф не теряет своего обаяния. Постоянным дополнением для образа молодой вампирши стал зонтик. Тоже черно-розовый. У новой Дракулауры серебряный череп на зонтике немного темнее. Подставка и расческа новой улы другого розового оттенка. На расческе в форме черепка указан 2010 год. Ула ведет дневник, в котором записывает все значимые события для мира Монстр Хай. По содержанию он является точной копией первого выпуска. На новом дневнике написано 2021, на обратной стороне Мотел. Перед нами все та же романтичная и легкомысленная вампирша Дракулаура. Только в увеличенном масштабе. Ее рост составляет целых 42 сантиметра. Есть и Дракулаура после перезагрузки молда, который произошел в минувшем году. И он вызвал у многих поклонников кукол Монстр Хай огорчение. Поскольку многие сочли этот ход неудачным, неожиданным и необоснованным. Якобы куклы утрачивают изначальный смысл, свою суть. Теряется монстряшный облик. Ведь они становятся уж слишком милы, чисто внешне. Новые лица кукол слишком миловидны и наделены детскостью. А ведь среди любителей МХ огромное количество взрослых коллекционеров. В этом-то и заключается фишка этих кукол. Их любят кукольники всех возрастных категорий. Ну а какую куклу покупать и покупать ли вообще, решать только вам. Напишите в комментарии, хотели ли вы себе Дракулауру в коллекции. У кого есть, может быть это или же другие выпуски, будем общаться с вами в комментах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и колокольчик. Также смотрите мои YouTube Shorts. Переходите на другие мои обзоры и социальные сети по ссылочкам в описании. Всех вас очень-очень люблю и до встречи в новых видео. Be cool and crazy. Пока-пока.